Реконструировать многие магистрали, в том числе дорогу на аэропорт или мост через реку Куи возле поселка Красное нельзя. Для этого ни низкого округа нет полномочий. В то время как в Архангельской области, в чем ведение они находятся, такие направления в число приоритетных явно не входят. Надо достаточно честно, открыто говорить, что дорогу от аэропорта до Кольца, который после Качгазинского моста, это федералы содержат эту дорогу. А дорога на Красное, соответствующая инфраструктура и мостами, это полномочия Архангельской области. И вот эту работу мы ведем, чтобы эти полномочия взять, была возможность потратить деньги, которых немного на самом деле. Не остались в стороне от обсуждения и городские трассы. Губернатор поручил главе Наринмара Татьяне Федоровой к следующему совещанию подготовить план-схему того, какие дороги и какие дворы будет ждать ремонт. Кроме того, планируется опубликовать название подрядных организаций, чтобы жители знали, кому в случае чего адресовать претензии. Между тем, городские власти придумали необычный ход для борьбы с бездорожьем. Сегодняшний день проторгованы, все проторгованы на содержание, на ремонтные работы и обустройство дворов территорий. В связи с тем, что мощности дорожного управления не хватает, тут дубуско и выполнение работ асфальтированием рассматриваем вопрос. На сегодняшний день замена асфальтового покрытия на брусчатку. А телеканал «Север» уже запустил кампанию по ликвидации дорожных недугов «Сделай это правильно». Сфотографируйте яму на дороге, разместите фото на нашем сайте, напишите заявление в соответствующие органы и ждите результата. Самые активные участники получат ценные призы от нашей телерадиокомпании. Подробности на trksever.ru На совещании обсуждалась и ситуация в сфере оленеводства. По мнению губернатора, стать рентабельным сельскому хозяйству в НАО мешает только разруха в головах. У нас априори наши СПК могут быть прибыльными. Они могут быть прибыльными даже без тех вливаний, без той поддержки огромной, которая происходит. И чего греха-то таить, это действительно так. А уж при том, что мы даем и будем давать, и Архангельская область, и мы, и Федерация, и будем давать. Но они априори должны быть прибыльные, эти СПК. Кириллу Шимко поручили максимально публично работать с сельхозпроизводителями и оказывать особенно мощную поддержку тем, кто сам готов расти и развиваться. Еще один важный вопрос в повестке совещания – кадровые решения. На планерке официально представили нового директора культурно-делового центра Татьяну Тельтевскую. В августе-сентябре губернатор вместе с новым директором планирует провести встречу с коллективом КДЦ. Дмитрий Щепанов, Антон Водряков, Телеканал Север.